Мастеры патрэбны, а у нас не надо пакуй. Ну и про фесты мы еще прозрубляем, что на прыкладе Беларуси. Гэта то и як варт робить, то и як можно робить, то и як добра и классно. А теперь погрузимся в мир ужасного. Извертаемся до археологии Беларуси. Вот эту карту я подтырял у коллеги Вадима Лакизы, который писал про то, и какие резерванты мы в Беларуси можем заработать. И какие у нас будут рисунки. Не быта, а много. Кропочки стоять на территории Беларуси, Юровича, музей Волунову, староводчицы и т.д. и т.д. Проводимся по нашему судовному, отчинному досвиду. Ну, классика, да? Музей Герестия. Первый наш, умовно кажущий музей под открытым небом. Вот его створальный Петр Федор Шеттенко. В 82-й год. Брестская крепость. Забудовался даже на русском Беларуси. В 12-х, в 12-х, в 12-х, в 12-х. Это наш эталон, да? Мы ему гоноримся, мы его пообщей показываем. Во всех у нас цедовны. И это, с правдой, наш эталон. На тему того я крабинирую. Ну, для этого многие были в Беларуси, да? Уявляетесь опять что-то такое. Вот я подобрал такое цедовное фото. Вот его на вот можно походу повеличить. Оно торговартое. Вот, бачите, какое все зелененькое? Да? Эта плесень. Цвиль и гнип. Вось справу, чип. Вось, где-то я забудовала. И какая была раскрыта. Она находится ниже из-за узровень воды у муклок священничной. Т.е. натурально, что кожная весна и осень для вести затопляет. А так как, как завжды у нас твой вкус сэкономили. Восемь при побудове. И не зарубили подлоги и гидроизоляции. Все это лежит просто на культурном слое декапана. И натурально, что там постоянно старить вода. Там постоянно цвиль. Гэта все романтично поступово гние. Так как консервация натуральная была зроблена. Ну, она была зроблена. Но там как вот такая консервация, я к моему сумлению. И все это поступово, тихо, мирно и классно гние. Суперотсовник этого музея перманентно смагается с цвилью, заскупает ее. Создравлял их побудов. Ну, снова же, великая добрая башня, что значная частка оригинальной гадырой уже декапана гоку давно загнила. Поступово она заменяется на малевую с ужасным горбылем. И ешь шею, вроде как 10-15, и все будет цудовно. Все будет свеженькое, т. б. ну и далее будет гнить уже урок. Наступная гадырой 15, да? Потом заменил. Супер. Причем, что самое цудовное, как бы консервации археологичного дерева, у которых все дрались просто нема. Эх таковым. Нема не водных специалистов, и не архиперспективные е. А те хорошие, какие музеи отымливая на какую-нибудь там консервацию, они тратятся, например, на то, как зарабить голограммки тех предметов, которые выступают в витринах. Выглядает это реально сюрреалистично. Унизе вот это вот сгниющее зеленое дерево, а тут висят какие-нибудь праздники, и, боже, зимой голограммки праздывают. Это вели модерного такого внимания неугодным в европейском музее, обить голограммку предмета, которая тут же висит. Я не веду того, что он требовал как-то рисовать, как-то хорошие, обойнаши и музеи их заберуть. Замагаться за этот древо все равно не марширует, оно свинее. Да с двух худых дней. Тады из ровного голограмма. Стыдно, классно, модно молодежно. Вот это наш эталон. Все остальные наши музеи уградают также те же гроши. Туру. Да? Другие некуда по старожитности 20-го город. Все чудовно. И Туруский храм 12-го года, эти были раскопаны еще в 60-е годы Карлера, пятомым витебским доследчиком архитектуры стражительно-русской. Его заново раскопали уже в 90-е. Побудовали над ним чудовный... Будынок. Вот я вот так само поверить, что... У той, в которой есть был? Нет? Ай, поношенные люди. Съездите, это чудовно. Вы когда-нибудь бачили огромный коровник со шкляными окнами? Вот. Вот. То есть архитектура... Я не жалю, это реально коровник. Сборная такая, каркасная модель. Вот как... Когда корова пасыть на лето выгоняет, там сейчас изновесики такие. Вот это он. Только его зашклили фасадем. В общем. Так как аутором гениальной идеи створения этого музея был святожен Патру Федор Шлисенко, Можем убачить почерк мастера и его помощников. Бачите наш любимый музей? Да? Она будет постоянно сопровождать нас, Калина Горова, при Белорусском музее Патру Федор Неву. Ой. Походу. В общем. Ну вот, бачите. Коровничек, да? Это металличная конструкция, которая даст Бог таксану, пусть кутка развалится. Она уже разваливается с тупого. И... Все он как мы любим. Полная отсутствие гидроизоляции. Эээ... Мох, зелень. Эээ... Храм этот судовно рассыпается просто на вашах. Причем это абсолютно никого не текает. Ну там есть бабушка, она входит, да? Но бабушка явно не ведает, что она охровая работа, подает билетик. Который, так сам, конечно, у этих там шаленых хороших. Самый дорогий коровник у света по-любому. Эээ... Все это, то бишь, раскрытое подморки, неярким чином у Воголя не законсервированы. Натурально цехло рушится, рассыпается. Ну и... Ну тут правда, конечно, цехло. Тут можно дать до сихов много часу. Потому что, кстати, что русская клинфа, она хорошая, да? Он на вот полоску бодрумики. Некоторые тыдни утробали, не дать окуль. Да? Тут, конечно, долго протримается. Али... Али рассыпается, держаться долго ночью. Вот. На территории этого музея стоит, некогда текловых пушек, таких классичных, да? Для подтримания температуры. Номер будущий по тому, что на них висят пломбы, и они ни к чему не подключены, и они явно должны просто стоять. Их купили, но бабушки сказали, где-то рожь бабушка. Это явно самая дорогая речь в нашем трое. Тому мы ни более подключать не будем. Ну и натурально, что температурно-выгасный режим там... Вот такие. А... Братья? Еще один цердомный пломник – это так званая нижняя церпа на старом замке Угорода. Был кто-нибудь? Были? Унутрь были? Да? Тобишь, это не коробник, это архитектура в стиле полземлянки. Да? Тобишь, такие горблём накрытые, две стеночки с горбуля заробленные, вот туда, в принципе, можно вдали, захочете где-нибудь попухать, туда можно пролезть абсолютно спокойно, минуть же браму старого замка, без питания, походу там все на нема, неякой. Так что все для вас. Что мы тут бачим? Ну, это... Бога, я имею в виду классный проект, да? По водам фото хороши. Все это как бы изнета, как вы догадываетесь, я не знаю. Вот. В гугле идея музейфикации заявилась за польским часом. Да? Один и час при помните археологии... Ну, не один, а еще за царом батюшкой было не так давно. Один и час при помните археологии заход не было вообще жить. Доброе, это за поляками. То есть, что мы маем, наваховский замок, дякую Богу, уже завернували, все доброе. То есть, что мы маем, мир, ясвиш, крыва, лиду, ну, крыва уже таксам мая завернували, дякую Богу. То есть, что это осталось, это только дякую, польским архитекторам, реставраторам, из военного часа. Были, вели завершие працы по консервации, реставрации, иммузификации и все это, мураванная архитектура заходной Беларуси. Починающая от Каложи, и уластных хороших, церквей, раскопанных, а Юсифом Гетковским, и Зыгнутым Дорчевским у тридцатой годы, и тогда же все проекты эмузификации. И все остальные, это неким шином, ясноюте, только дякую поляку. Наши славные реставраторы, смотрите, руйнуют, руйнуют, у них с тем навахов, мы уже все, что можно взорвали, подкопали веже, долбили и долбили, все, но выстроили. Так пришлось их залепить свежей церкви с уседнего завода, как никому, так не достатишь и никому, называется. А листинку все равно выстроило поляками законсервированные. Тут та же ситуация. Консервация была проведена еще Замборским часом, тогда же заявился проект музификации. Дальше, убивите сами, уже в 30-е годы, параллельно с Бискубином, поляки имели такие же проекты музификации, например, на Ваховском замке. Мерковано все, что там будут проводиться фестивали некие. Ужо, уже в 30-е годы, этот концепт она в Мерковано была группером. Некие сувенирные фестивали, и так далее, и так далее. То бишь, нам популь, мирозотный, панский, больше, не дотягнут. И я думаю, тоже не дотягнут. Срока 4-5, ну, как бы, тип пожитёра, когда у нас будет, я думаю, это так само. Вот, мы этого не увидим. Так вот, выдавный приклад, да? Поступово рассыпающегося храма, над импусе стенычка с гарабыля, вот эти цудовные распорки, подпорки, натуральная водичка там протекая, натуральная нет изоляции, там нема, ветерок задувает, поддувает, и все как мы любим. вот, поехали далее. Я еще ни у кого ожидания повеситься не заявил всем, от того, что я рассказывал, изъявится. Это только по счёту. Восемь. Городичное место, да? Первое початковое место. Вогли. Это, может, отец влюбленных проектов. Ну, все, я думаю, ведают про музей народной архитектуры поводу у строительства. До недавнего часу, городиша, и прилегло, дорогой, сели, сели, что у них 10-го гектара, належали до этого строительского музея, музея народной архитектуры поводу. А супрационики, музей народной архитектуры поводы, они там вогли редкие, они там вводятся нечасто. Завычайно, они набираются, ну, как сказать, из выпускников иства, КБГУ, Бедуна и Кулька, которых надо два увольства не взяли. Ну, уже никуда такого нет, тады, ну, ладно, старовщицы, вот. Там собачек прыгнул столько, сколько этих супрациоников. Они сидят в двух суседних пудыках, собачки, собачки и супрационики. Вот. Причем конники и собачки больше потребны, чем супрационники, потому что они, когда они вводят экскурсию, там, ну, хочется повеситься прямо тут. Вот. Потому что люди не ведают ни белорусской мовы, ни делность находится, ни шовная. Ну, это вот про сам музей, который, ну, наш белорусский сказ, да, он чудовно не е, яны, чудовно, когда вот ЗАГС, добрых достала башня, они заменяют старое древо новым, вот. Часу-часу они сгорают какие-нибудь экспонаты, да, был чудовный приклад, что отреставровали лазню и у день колей эту лазню презентовали, она извергала. Ааа, типа, я шепа буду увлекая развиваться. Ну и то, что, уявляется, там, шесть комплексов, типа, по шести этнографичных регионах Беларуси, ну, например, по областях. Больше-меньше цены из них два, полушевый третий, а остальные просто тихо в нее, туда никого не вводить, они так на большее предстоят, ну, и декой-богу, то есть, то есть, их выгодители здесь находятся, ну, я их люблю. И, значит, наша, наша шепа шепа в Менск. Проект, якобы, модификации, изнук постоянно. Вот, вот, литерально, минуем летом. Я их написал, Свадим Ивана Кошниченко, Свадим Ивана Кошмандам. Мы их написали, ну, як журтую белоруси в Николы. Так вось, есть у нас дудовная городишча, выдательши, помник, велизарная селища, поперзим, а ранее, оно было на балансе строческого музея, и строческий музей, то есть, гэта селища, сдавал у арену колхасу, как сажать там буль-буль кукурузу. Так? Нарехалечный помник. Теперь ситуация изменилась всегда легче. Теперь это все находится на балансе города, и теперь уже город сдает под кукурузу, колхасу, территорию археологического помника. Правда, все доброе? Все их мы любим. Неякай паховы натуральные тут нема, до полного часу это было мека-копальником, с металлодетекторами, Правда, им тут все выбили, и им теперь тут больше нема, что выразить. Тому, коли по весне колхас разворвает, может достичь только бель-бельный шмат керамики. Цудовный приклад того, как у нас упористовывается археологический спадщик. Постоянно в умах бродят проекты створения тут музея про один из них мы еще поговорим. Протягиваем. Это у нас плод Минска. А теперь ИДРАЛ наш. Еще один ИДРАЛ. Это Минская замчишка. Крвозь. А после мы до Витебска проводим, я керевецам. Что мы... Ну тут, как бы, коли вы торопляете Минск, сегодняшний выход и замчиш просто не сразумеете в топографии города, бо центр Минска катастрофично отменимся в уголе прошлых природов. Ну, в этом сайте дальше Витебска, Минске и неподобно. Да? То есть, по топографии Витебска так само не просошивается на сегодняшней ландшафте, а еще два-три будинка на набережной и раз пять-шесть годов просто никто не загадает на вот, что такое Нижний замок, который еще можно хотел показать в помните вот тут. У Минску замчиша вельми добро было бачное до середины 50-х годов. Вот это самый старый план Минска 1772 года план с Винского музея Мяалуцкирича , який зараз находится на самом историческом музее. Так, например, Минское замчиша выглядело у 47-м годе. А так его крышку подправили у 56-м. На пять метров сняли, как проспект победители, который был порогней и прихожей и давали коробку баланса трудовых резервов. Тому сегодня мы его практически не можем уважить. Разом сны в Минску вельми добро закрывалась от рыва и в Минску выявлены храм початок дванадцатого гостогода. Но есть дискуссии конец початок дванадцатого я с тех, кто лично считал початок дванадцатого гостогода и вынял действия Глеба Гусейславича и богали, что Минск на свисло через инюй только после зимы 84-85-го года. Выдата захаванная древа. И канди будавали метро другую линию, канди копали станциям метро Немида. 85-й шостый год. Гэта конструкция вала Минского замчища. До 13-ти наката древа. Выдата захаванная сказок старше товарищи сосна просто пахла когда это все распакнулся. И уже тогда узник проект музификации Минского замчища. Он узник и узник. Оп, оп. колени обозру. Однажды недавно Недя у середины 2000-х проект музификации Минского замчища зну узник под таким привидом над городом. И были масштабные раскопки. Расковки сохранили частку вала. Часткова мы раскрыли в храме. и вось в этоя пляцовка за трудовыми озервами. Это галунный раскоп. Вось тут был вал, а тут часткова давленная забудова. Идея была тем, что это котлован под будущим музеем. Ходили разные комиссии. Большую участку часу мы показывали разумным людям. Это наш головный арховник помников Игорь Мефотин Чернявский. Начальник управления арховник Минкульта. Это судовный белорусском умном министр Пал Палыч Латушка. Правда кроме белорусском умном стену это нормально для министра культуры. И наши цены ходили, кивали головами. Уху. Ага. Через 4 года здесь будет город-сад. Да-да-да. Но на консервации раскрытого дыря хорошего не было. Мы полили водичкой и засыпали назад. И конечно не будет музей. Но проекты этого музея на Минском замчиши и они бродят в умах наших архитекторов. Ну охоль есть хоть один архитектор все равно, нет? Тебе богу. Богу ли мы археологи, архитектору треба расстреливать сразу и они стали уступные экзамены в БНТУ. Чему эти люди хотят покинуть свой след у белорусских городах, причем наверное они хотят его покинуть так фундаментально по самому центру города ну и как нахать. поехали двадцать как уж потом не разобрать. Вот это проект музификации Минска замчиши товарища Лавренского. Одного из наших знакомитейших специалистов по великому поселу замыс. Мы достанем как было вся катастрофа была башня версии снести профсоюзы провести раскопки и побудовать ковалок замчиши одна стенка другая щенка у охот храм целых мураваны кофе лавренского нет мы начали что храм не буду это написано у школьной подружки вот стены просветить всего один метр ему он такой хороший с луковинкой с маковкой чтобы соборник православнику все и забудовала а сам эти вот тут вот типа игровые отсылки с детящими аттракционами и так далее напомнил это мая слова аттракционы двадцатых сторон доброе что бордель не заплановали хотя думаю походу может быть и до этого справа дойдя а ле богу львусь не дадумали ну и значит и дядь богу у нас дядь богу на зарплату лаврейского мухапила и дядь боже вот натурально что на масштабной раскопки гроши просто не это визарная на какую-то консервацию ну когда мы копали в 2009 годе у нас были зэки студенты из Казани и студенты из СЛАКО БДУ контингент одного никого да ты никого не шкода причем наибольшее было между студентами СЛАКО БДУ их уже кончились я не все равно працавали вот зэки как им зарплату выдали в конце тридня наступнуты из них химики зарплату отрывали опыта ближайшие краны на Немезии и в Астрал ну вот значит это наш будущий город двадцатый яг мы собираемся выкоррестовывать археточную спадщину тут я долго говорить не буду я думаю тут у вас был Калитинский он любит говорить долго и много это просто как бы на тему того же самого да вот что как бы яг не реставруй а отравливается одно и то же в нашей карьере ну яшеник это вот скажем так иснущие музеи иснущие прожекты и амаль неиснущие прожекты музей был открытым небом у юриджа стоянка палеолитричная да обычного человека по дотованию грозные спешки у нас это мало текает судовый прожект мы будуем тут музей под открытым небом ну вот в принципе это и есть музей под открытым небом калинин вот он весь а там более как бы проблематично это палеолит там докопаться очень плохо копать а это немножко нет а ты больше консервовать пешаные стенки женик умоцовывать ты больше не и так далее и так далее там как бы коробка того что у нас есть аркетичный сканц юриджи она у нас кропкая есть а а еще один судовый приклад археологичного сканцена это каменюки шиповная картинка да картинка с уявлением Вадима Аляновича логиза который распроизовал концепцию вот ну мы тут как бы отбудуем и стоянку каменного веку и железного веку поселише и туристы там все будут ходить не польский бог где есть всякие рестораны и так далее вылез и понял что ты вкуши в общем вот как бы там нет асфальтовая дорога замок 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 это просто пагора городиша чем у него мне близки потому что два года я его уже копаю вось и мягкий замок поплюшенный в цыдовую программу замки в Беларуси есть у нас такая программа ну как бы скажи наркотикам до свидания потому что да вот наркотики непотребны для прочитателей программы там 30 замков классно да пусть на реставрацию консервацию и одновление мягкий замка с 2014 по 2016 год меркуется выдатковать 16 миллионов белорусских рублей Покуль ни одного рубля не выдатковали думаю что к лету 2016 года когда программу это будет закрывать этой суммы копить Бригадиру Петровичу и Прорабу Михалычу на то чтобы сходить в мягкий евроопыт вот и взять одну вкусненькую иловского завода вот 07 а то уже 05 не факт 07 они как бы все программа его стена конвертс Игорь Михайловский постоянно рассказывает про то какие-то судовные исследования ведутся в мягкий канал но они-то правда ведутся потому что нашелся и дает которого в свой час один великолепный человек Михаил Михайловский подписал на раскопки гэта гэма мягкая заказанка возгэта и дает я и два гады с такими же даетами которые со своей прошлой до меня приезжают и працуют за тушенку вот один что судом мы реально працуем за еду вот мы два годы копаем замок ~] Kind 악 поднимем вот я написал уже написание плецовки и замка и прилегать на территории города, и тут побудовать музейный комплекс с ресторацией, провести электричность, раскрыть архитектурные объекты, законсервовать их, строить особенный музей в рамках Мярисского музея, таким точином развить инфраструктуру, строить новые операционные места, самая создательная порога, да лучше всех, господа Ростопович, и мы разом фарюем зим, мы придумаем зим, как завосить туристов, вот, кореец с этими своими идеями каждый раз завидающийся в арханкаму, ну как бы там спешатку Яну приезжают на директорше музея, она, наверное, добрая женщина, но она так само разумеет, что я хвороч, она так все сидит и меня зауждают, ну да, Николай Александрович, ну давай, давай, типа, хорошо, чудесно, все побудую, вот мы идем в арханкам и начинаем разомолять, там есть добрая анализа совершений, которую у вас не хочу нас кормить, вот, она каждый раз у меня как с опаской поглядывает, и он, ну да, ну да, сделаем с тобой обязательно, давай, вот, ну и, как бы, прожектов много, шмат сторонок, шмат картинок, але, ну, у них, прикладно, дякую Богу, одно и кого, там мазки такие есть, которые по болотцу идут, вот они уже мальтогнили, и, когда они туда еще можно было дойти, то теперь, дякую Богу, туда просто никто не дойдет, вот, потому, колькость бутылек и гумовых выработок специфичных, по-моему, с нашим аскопом будет меньше, да, вот мясцово туда уже не дождует, как выпить и, ну, загадать, вот там, как экзотичное место, по-моему, родным-то дома, вот. Да, и тут недолго засталось по великим рахунком. Вы, вы, я, вы хотите перехватывать? Да, ну, моя шмета, вас наступки накрутить, как бы все по угольнику пошли повесить в конце, да? Я повторюсь в вопрос, потому что, когда взрослый серию жах и суицидальное настроение, вось, протягиваем нашу справа, как это было. Вось я узнал, про строчицы. Сдаётся идеальный объект для строения штрафа. Подминском, ну, фактически, городские автобусы уже туда ездят, да, Город, как раз, на тёмку полгнёвых и завтра маринамки развивается, это логично. А мать готова инфраструктура, да, Зарабить стояночку, продумать яшельники, объездные маршруты, всё сюда дома. В минувом году есть у нас, у Минска, целая такая установа, музей развития, ой, институт развития туризма в Минске, да? Там личится коллег пятидесяти людей, которые что-то развивают. Что это развивают? Ну, в том, по Минску, ты можешь догадаться, что туристику в этом городе тяжко. Особил коллег билборды бешие поставили, там были попытаны громкие, да? Типа, ты на косметической площади, это стоит на площади клуба голоса. Ну, попал ты чумак. Ты в Минске, детка, да? Иди шукаешь, что хочешь. Вот, это вот разговаривает Минавитов этот самый институт. Да, Козьгин институт нам с товарищем Кошманом заказал концепцию музеификации Стропчинского городища. Мы написали эту концепцию. Всё чудово, постоянно деляющая различная экспедиция по ухудшению этого комплекса АДО. Ну, там Велиза, это было как Израиль, потому что это коллега стихитара, таких селища. Створение Странсена, створение туристичной дорожки, происпроцовка там, ну, всё, 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 всё. Всё, как людей. Вот. Прогожник разработали, написали. Но. Ну, как нам сказали, мы всё равно ничего в это хранить не будем, нам просто треба выконать этот пункт, да? Чтобы два археолога заработали нам проект. Вот. Судьба нашего проекта, видать, горестно и печально. Вот. Галочка есть? Есть. Правда, у музеификации ведется? Ведется. Институт про свой не дарма? Не дарма. Сейчас так. Вот. То, что вы, когда приедете на Менку по весне, вы в ручейке Дунаев, лучше всё, утопитесь, вот, потому что там всё так заболочено, классно, ну, при нам всё по коленному вывозь укритесь. Мы калей туда и археологов на экскурсии возили. Больше, так сказать, меньше свиророзые и больше разумные с коллегой, а меньше свиророзые, совершенно больше разумные, оказывается. Они кажутся, что я полезу через речи хорошо, городище не башу. У меня горелки и дутристины казали, да? А ты, дурень, ты лезь туда и на свою городище. Вот. Приклон так. Это всё выгляда. Ну, и все наши проекты, они выглядят в приклон так, али, может быть, это и далеки. Да? Бо, калей не дай боже. Некоторые из этих проектов доводятся до празы, то там, как бы, это уже фатально, да? По коль проекты не реализуются, ну и терпают богу. А калей починаете реализовать, то отрывается ваша бежевая гирь. Вот. Из блоков цементных. Ну, и другий вариант, это фестивали, фестивали микро-конструкторские. Приведу вам два приклада, но, у Беновича в этом велико приматично. Потому что фест у наших умогов повинен, ностопотребленно содержать, да? У денег, которые бы привезти, у денег, которые бы кормить, повинен быть ахова, пошарная обеспека и так далее, и так далее. Тому неводное задение у приватного феста, а их было велико шмат, вот нажать товарища Макар Бабенко пока сюда не дополз, а то было с кем поразмолять на эту тему. Наша зорка экспериментальной проеконструкцией, тут я не стекусь, что это было, да? Он бы обиделся. А? Он бы обиделся. Он на меня не обидится, мы с ним давно знаем. Вось. Наши фесты совершенно долго не живут. Их разок провели и кинули, ну нафиг, себе дорожи. А те, которые живут долго, ну вот я пару прикладов привожу, гэта Полоцкий Ругон вось, но его на припаде Ругона можно показать усю вышваренность наших фестов экспериментальной археологии и реконструкторских фестов. Ну вот как всё чудовно, чудовное место, да, Дзвина, Верхний замок, Софийка, Романтика. Олег, что такое, вот я просто минутку возлюбил, по свежей смены, что такое белорусский фест к сментальным делам? Ну, натурально. Мальчики бьют друг другу по головам железными палками, девочки танчат вось, а туристы находятся в прикладовосе в таком стане, как я, нахер, на фото с дымку. Им хорошо, потому что основная участка гэта Кафеста – это дожинки, которые раскидываются на Великой площади с шашлычком, берлицом, водочкой, всё чудовно. Причём, народу-то по Великий Врахунку уже до лет гряженых никакой справы не махнув. Пешие пять филин – это текало, потом так это как поискучает. А так как товарищ конструктор в массе своей находится в таким же стране, как ты, кто пришёл на них глядеть, то уже 10 с обеда основная масса лежит где-то в лагере. Причём, это лежит у разных посох, то есть туда не пускают, потому что это вообще страшно. В общем, от дожинок это отразнивается мало. Ниакого умовно кажучи реконструкционных элементов в этом практически не мало. Маэстры, которые у нас есть туда, надо не едуть альбу едуть вот такие. Потому что гандаль нечим однословым тти, некая презентация вынекосвоедейности, там никому не потребна. Это дожинки, это форма таких дожинок. Ну, это хотя бы дейчо, то бишь, это живый фест, он проходит что угодно. Ну и еще один фест – это Миш Борячеслава. Я его похвалю, но это реально потому, что я был одним из его идейных, скажем так, натхняльников и авторов. Вот я умовно, конечно, с детьми в песочнице гуляю всё в археологии на пешем фесте. Ну, снова же, всё их зовут, хлопчики друг друга железные по голове, старые вольцы рая, живые археологи гуляют с детьми, пока его не утаскивают в палатку, чтобы не пугать детей, выглядят собравно живые археологи. Но, снова же, это, благодаря тому, что музей власти, конечно, складается из самых экспериментальных археологов до полной ступени. И яны тягнусь на себе в эту працу. Хотя, снова же, это фест и стоя в рамках такс. брасновских азарниц, азарниц, да? Ну, местовых дажимочек таких, да? Фестиваля народных алкаролевств. И только тягучи к этому город доенок это хороший, привозить реконструктору, кормить их и так далее, и так далее. Плюс, походу, Пеша Пушкова коллега задумалась с элементами неких семинаров, ворштатов, неких лекций и так далее. Походу, оказалось, что ниякие лекции нашему народу не потребны, да? А силы, что бы он потреблял, это вот погуляться с детям в песочнице. Это детям, которые, ну, как бы, не доросли годов до 12, чтобы пиво за дорогами пить. Вот, имей шагат и текало. Все остальные Пуступова отпало, да? И, в принципе, сегодняшний месяц Вячеслава перетворился, ну, классичные дожинки. Да? То бишь, ну, дожинки только с людьми в дурацком, которые друг друга бьют. Ну, это так называется. Ну и... Ага. Далее мне просто стало лень перебить слайды, я вам одно слово так скажу. Проблемы белорусские я вам больше описал, да? То бишь, у нас, у вас, накажущая, одна проблема и есть. Так? Головная проблема, как и во всей нашей культуре, это то, что державе не текало. Готая самая культура. И ей, прости, от ей, прости, позбавиться, чем ей заниматься. А вы решите это питание, ну, при нам все где-нибудь в конце лета, в начале весны у нас будет новый выбор пешего президента. И в ближайшие пять годов вы разумеете, что ничего хорошаться не будет. И пока у нас будут протягиваться эти самые выборы пешего президента, там далее два варианта. Либо нас, наконец, по-нормальному оккупируют уже, по сумленному, да? Альбо нечто сдавится. Ну, другое я не верю. Ну, скорее нечто сдавится, может быть, у нас некто изоленец культуры. По культу вы сами не заметите, что история этой краины изъявляется голым боровом этой краины. И это самая визуальная проблема. Нема хорошо, нема укладание, нема ничего. Я тут дальше, как говоришь, ритующийся, почитал выступ с подрастройством, который у вас был таксамым. И восьмин время, ну, как это сказать, издевило, хотя мы уже не так разумеем. Он рассказал, что не требует заниматься музеификацией замок. Как я разумею, да? Что это? Разбурай некий там музеифичный ландшафт. А сказать такое мог только человек, ну, который, понимая, не малейшим явлением про то, что скажем. Ну, у вас, короче, меньше слово мнением. Когда не проводить реставрацию, консервацию, рекреацию, эмузификацию выник в северон, то ничего как от этого не будет. А вот, снова, мы так уявляем, что, ну, вот, что там такое стоит прихожие, да, вот эти руины навахатка. Ну, знаешь, навахатка, так скажу, для этого всем иначе, для кучи нашим, нашим словам. Реставраторам. А левские руины, которые стояли, которые на всех фото и так далее, это ж не оригинальная вежа. Это вежа добудованная, поляка, 20-30-х годы. Это стояло только тягучий филизуальный процесс, да, иначе ничего не было. Так это движется практически усёй, 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 усёй архитектурой. Коли, можно вернуться вот до приклада моего ребенка Ромянцева, да, Коли 20-30 годов не вырубает дорогу, вот что будет замком. Это будет просто лесопарк, который поступово разбурить в этой стены, и некий десятиходил тут не будет ничего. Вежа мялись к глазам, к которой мы открывались, находится в значительно большем стане, чем в успешном ходе Коли. Она побита древами, побита холодом и так далее, и так далее. И натурально, что не обходно Коли, может быть, не створать музейную экспозицию, так по-любому не обходно подтримливать любые объекты, архитектурно-археологичные, археологичные по належным станям. И там снова же товарищ Столик сказал, что только на некий проект археологи подорвали шестьсот миллионов. Возьмите, шестьсот миллионов для проведения археологичной раскопки, ну, от будущих прац мало дразнивается, да? Вот люди, возь артлюлки, возь грунт, только что это значит должить, потому что больше раскладанной операции не просто молотить, а не что-то еще там заходить и разбирать. А эти шестьсот миллионов – это не гроши. Это гроши, которых просто никто не зауважится. Я, конечно, с подоростроить и разумею, он в игру, в принципе, придумает, что шестьсот миллионов – это тот грант, который можно ухопить и просто проездить, да, либо проездить и сфотографовать разборенные архитекторы-рязанки. А этот больше детям в футбол не гуляется. Який жанр. Зато он не разваливается. Да? А вот дети в футбол гуляются, а он разваливается. И эти шестьсот миллионов – это не гроши. Это для реальных работ потребны значительно больше. Далее, что я там вам хотел сказать или не написал, да? Шляхи выращения. Ну, як, вы разумеете, головным этим реакциям является массовый суицид, тому шляху выращения натурального нема. Вопрос. Что повинно было б быть? Повинно б быть затекалность державы и всех ее органов, починаючи от президента, заканчивающие райотделами культуры. Кто-нибудь строкался с пацанниками райотдела культуры на местах? Я бы разумал. Я веду. А с такими, которые там годов 20 просуют, такую матерую бабку, да, вы являете себя? Угу. Много она в голове, как вы думаете. Я думаю, она, кроме того, где находится крама у нее, мястошку, не смажь, что ведаю. При нам все те эксперименты, которые мной проводились над такими персонажами, такие. Хотя бывают выключения. Просто на какой-то тремя теле у меня так стало, что там люди, все мы еще, им те как. Яны готовы працевать. Ну как? Языком готовы працевать. Не бойся твое. Ну хотя может так. Это круто. Без гэтага, ну так еще, поколь беларуской державы, поколь беларуской державы не станет беларуской державой, у нас ничего не будет. Так? Другий момент. Гэта тое, что археологи и архитекторы, ну, может быть кого нибудь не требует обстреливать, может быть этого можно покинуть, для показальных порок, как бы показывать, что так робить не в каком-то народе. Так вось все это люди воины надавать больше уваги к популяризации веду. Потому что сегодняшние археологи не снуют таким вот вакуумом. Потому что никто читать другого археологичную книжку не будет. Это гарантованно. Их сами археологи не читают, а вот когда пишут их. Потому что когда их читаешь, то разумеется, что я никогда их не читал. Альбо находимся под неким наркозом, когда я это писал. Максимальная операция популяризации. В общем, никакие там газетные артикулы типа мы копали, мы копали, мы что-то нашли. Ну и что, ну нашли, ну хорошо. И еще 15 человек, кому это потребно. Реально, займаться популярными выданиями, буклетами, телевизионными передачами, радио передачами, не шкодавать так это часу. Да, потому что, я бы загадываете на всяких радио Беларусь, радио Культуры и так далее, и там все равно как бы касательно Машего и про канал там Беларусь Старый, да, те, какие у нас канал культурный. Ну вот этот, от которого, от которого реально болезется хочется, коллегу включаешь. Вот там, где дети давно угадывают белорусские слова, и эти белорусские письменники обраковывают свою поэзию, да, которые... Да, вот еды не читают. Туды треба исти, и этим треба всем займаться. Каб подымать неким чином интеллектуальным взрослым громад, потому что для громад, в белорусской археологии не яснуем. То есть, мы давно вот разумеем, что мы не ясную категория. Ну, притом, что я вот снова прикидывал, что, скажем так, у нас сегодня у республицы 9 археологов от силы человек 60, от усилия пенсионера. Вот, потому что всякие такие вот убегают из археологии и не хочут ее займаться. Те не мают маршимость ее и займаться, да, потому что археологов мало, а лезно уже маршимость вместо этого добраться практически не мог, как для этих самых археологов. Вот сегодня стала ситуация, коли у городе внимание водного человека, который практически будет займаться, есть некоторые археологи, волея, но не займаются археологией. Ну и так можно проводить прикладами. И третий, третий момент такие необходные, это три люди, которые занимаются организацией или туристичных фирм, скажем так, турокрейтингом, повинны не только пробовать ухватить чего-то, провести некий тур из биржи, а укладываться у развития самой сферы. потому что сегодняшний эту фирму наловил туристов, вывез их, показал им что-нибудь, привез, колено тебе хочет побить, дай богу через биранцы и банкротить свою фирму. Фирма масса, ездным туризмом практически никто не занимается. т.е. ездным туризм не существует на узороне неких аппантанных вариантов, т.к. пивовары, т.к. 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 это не бизнес, это хобби и хобби и информация и не хочет анисцилинг. Т.к. т.к. их запустили их на территорию палаца, вывезли, ну правда, покормить у них свежей гневаде, ну это неискотно, привез к грубинцам, с годинки до шести покатали, все, судовно, тур отрывался. Тур-операторы повинны так само в это укладываться и так само тратить гроши. Потому что, ну, снова же, белорусский бизнес, если я по принципу схопил, утягнул свою норку, и все, я молодец. Попыты не укладываешься по шести, будя, таки шуды. Ну, а лея головная, головная гэта увага сбоку держава. Тому верталечеса до назва нашей темы, длежейшим часом неякога туристичного выкористанья, и охлова ржетши спадши в Беларуси нема, не будя и быть не може. А на гэта эпидемистричной минуте всем про плану вы прости повисится и дяку зоу. А теперь я при вас прокатал. Где можно взять мыло на руку? Ммм, ну я думаю, как мы с подачи... Могу пару слов сказать про саму климу, как вы приведете? Про презентацию, про что это? У вас накажете про что книга, про что выдание? Книжка на руку популярная. Книжка на руку популярная, она складается з асобных нарисов, как на руку написано про скальбы, про горбаны, про замки. То бишь, фактично гэта асобные такие нарисы присвеченные неким цикавым археологичным знаходкам, ну и так само доследчикам, археологам, яке их улучшали. Два нарису книжке присвечена такой цикавой особе, как Язэк Дроздович, про кого часто кажут, что я был тым-либою археологом. Ну, по шости археологом я не был, але досы шмат для влучшения археологичной спадчины я зарубил. Ну и головная мета, когда эта книжка Робиносе была, скажем так, в популярной форме донести максимально широкому читачу, и которая в унике археологичной литературы. Потому что у вас, ну, конечно, археологичная литература была специфичная, и читать ее звичайно человек не будет. А вось пропоновать некий такий популярный вариант. Вось, такая идея была. Скажите, нечто специфичное, вот мне это для Витебска что-то джа? Да, чьё с ней что-то? Ну, скажите, вы говорите за подраздовичи? Ну, тут много что связано с Витебщиной. Тут и про нарыс про Курганные Могильники Кравицкие, и про нарыс про скарб Рейки Блзнодины, а-ля вёски Горавляны Глыбодского района, как сама Витебщина. То же самое, как Аздович, так, а-ля... А, тут у них все говорили про шелминские, и навагарские периоды его життя. Ну, а так в основном, как бы нарысы связаны с археологией полночной заходной Беларуси. Так само связано с Кравинским трофеяником, помните каменного века на Кравинским трофеянику. Я так разумею, что и аутор, и человек, который занимался непосредственно следовательской працей, и целком зарабили всю эту книжку, да? Я так разумею. Чему специалист, который археолог, практик, как мусей заниматься такой и активной популяризаторской деятельностью? Власно, кажется, я гляжу, что и по ауторству вы один, да, целком? Так, ну... Справа в том, что, скажу, книжки про археологию такие науковые, наявились умные и занудные. И все равно никто никуда не читая, навыцами археологи. Будем шире глядеть на вещи. А коли ты хочешь, как... Некто прочитал то, что ты там доследуешь, то это простей рабить у науково-популярной формы. Ну а чему сам Тэмлику и книгу рабил? Ну, на самом деле, с того шума занимаюсь в дальнем книжке Тэмлику, то есть такая серая «Беларусь в войнах», редактором которой я заявляю все. Количество стих хочется рабить, хоть не как пристроено, то это требует сомнение. Это главный принцип у нас. Бо иначе без варианта. Дякую. Потримайте штуку. Не буду как портать его. С особенным выглядом, да? Ну, я просто... Если особенного выгляда, добрый. Выгляд, не моя розница, я буду снимать руки. Просто как будто сделать некую перебилюшку просто. Вы можете сдавить его с Девшат, я наиболее Гожи, и сопротивление догадает. Мне-то тут что угодить? Я же это читать не собираюсь. Чем не читать? Чем посоветим? Чем не читать самки, я попробую. Всем добрый день. Сегодня у нас в гостях знаменитаследчик белорусский археологический спальшер Сликово-Половинский. После лекции будет последняя презентация в книге Сликово-Половинский, поэтому вы можете только застаться на долю час. Слово не бывает. Доброе. Очень слабо. Фестиваль спиритальной археологии может проводиться там с полной периодичностью. Раз на год, полгода и так далее, и так далее. Мастеры потребны, а у нас не надо. Ну и про фесты мы еще разрубляем, что на прикладе Беларуси. Гэта то и як варто робить, то и як можно робить, то и як добро и классно. А теперь погрузимся в мир ужасного. Извертаемся до археологии Беларуси. И того, як у нас, что вы гадали. Вот эту карту я подтырил у коллеги, у Вадима Лакизы, который писал невеличкий артыковчик про то, який резервант мы в Беларуси можем сделать. И який у нас будет, типа, и снимать. Ну, не быта, а вот много. То бишь, кропочки стоят на территории Беларуси, Беларуси Пуш, Усть Юровича, музей Волунову, стравочицы и т.д. и т.д. Пройдемся по нашему судовному, отчинному досвиду. Ну, классика. Музей Беларуси. Первый наш, умовно кажущий музей под открытым небом. Восемьдесят другий год. Брестская крепость. Забудовалась даже на русском Бересте. 12-16-х, астроводная крепость. Это наш эталон. Мы гоноримся, мы его по всему показываем. Во всех у нас цитовны. И это саправды наш эталон, на тему того я кромбинирую. Восемь. Ну, а вы, ну, многие бы любили, уявляетесь опять, что это такое. Вот я подобрал такое чудовное фото. Вот его на вот можно походу повеличить. Оно торговартое. Вот, бачите, какое все зелененькое? Да? Эта пьесень. Цвиль и гни. Восемь. Справу джим. Восемь. Вот эта саправд cultovra, икая была распределка, она находится ниже из-за узровень воды у мукулок священничной. То бишь натурально, что кожаная весна и осень для рести затопляют. А так как, как завжды у нас невкус сэкономили, и не зарабили подлоги и гидроизоляции, все это лежит просто на культурном слое на текарпане. И натурально, что там постоянно стоять вода, там постоянно цвиль, это все романтично поступало к нье, так как консервация была сделана. Она была сделана, но там была такая консервация, я к моему сомнению. И все это поступало, тихо, мирно и классно к нье. Суперотсовник этого музея перманентно замагает и сцвиль, заскубает ее. Знову же время добрая башня, что значная частка оригинальной гадырой, уже дякую гогу давно сгнила, поступало, она заменяется нормалевым с ужасным горбылем, и я шею возникло 10-15, и все будет удобно. Все будет свеженькое, ну и дальнейшее будет гнить уже урок. Междунаступное гадырой 15, да, потом заменил, супер. Причем, что самое чудовное, как бы консервации археологичного дерева было всегда просто немало, как таковым. Немало не водного специалиста, и не архиперспективное е, а те гроши, какие музеи отымливая на какую-нибудь там консервацию, они тратятся, например, на то, как сделать галогранки тех предметов, которые пустят в витринах. Выглядает это реально сюрреалистично. Унизе вот это вот сгниющее зеленое дерево, а тут висят какие-нибудь праздники, и по-прежнему галогранки праздывают. Это вели модерного такого неугодного в Европейском музее, галогранку предмета, которая тут же висит, да. Я не веду того, что он требовал как-то парализовать это гроши, да, и наши музеи их заберут. Замагаться зеленое дерево у чего-то не машина, оно сгния. Да с двухудрых гния. Тогда и зеленый галогранки. Стыдно, классно, модная молодежь. Вот это наш эталон. Все остальные наши музеи уградают также те же гроши. Туру, да, как бы, другие нибудь обостраженности в 2022 год. Все чудовно. И туруский храм 12-го стаходзя, эки бу раскапаны еще в 60-е годы Карлера, пятомым битерским доследчикам архитектуры стражительно-русской, его заново раскапали уже в 90-е, поудавали над ним чудовный будинок. Вот я вот так само поверили, что у той же кто-нибудь был? Нет? А, поношенные люди. Съездите. Это чудовно. Вы когда-нибудь бачили огромный коровник со шкаленными окнами? Вот. То есть архитектура, я не жалю, это реально коровник, сборная такая каркасная модель, вот как, когда коровка басать на лето выгоняет, там сейчас ненавесики такие, вот это он, только его зашклили фасадом. Так как аутором гениальной идеи створения этого музея либо у все-то, что это Федора Шельсенко, можем убачить подчерк мастера и его помощников. Бачите наш любимый музей? Да? Она будет постоянно сопровождать нас, когда мы говорим при Белорусском музее по открытому небу. ой, походу, в общем, ну вот наш коровничек, это металличная конструкция, которая даст Бог таксану, дескутка развалится, она уже разваливается до ступого, и все как мы любим. Полный отсутствие гидроизоляции, мох, зелень, храм этот судовно рассыпается просто на вашах, почему-то абсолютно никого не текает, ну там есть бабушка на входе, но бабушка явно не ведает, что она охровая, а вот она выдает билетик, который таксан может быть шаленый, хороший, самый дорогий коровник у Свети по-другому. Вот, все это, то бишь, раскрыто подморке, неяким чином у Боголя не закансированы, натурально цехло друшится, рассыпается, ну и, ну тут правда, конечно, цехло, тут можно дать дисково много часу, потому что, по-сторожному скоплинфо, она хорошая, да, он на вот полоску бодрумики, некоторые тыдни у тебя были, не дотелывали, да, тут, конечно, долго протримается, а ли, а ли рассыпается, и на всюду ночью. Вот, на территории этого музея стоит непетки надо тепловых пушек, таких классичных, да, для подтримальной температуры, но на их лучшее по тому, что на их висят пломбы, ни к чему не подключены, где они явно должны просто стоять. Их купили, но бабушки сказали, где-то рожь бабушка, это явно самая дорогая речь в нашем трое, тому мы не более подключать не будем. ну и натурально, что температурно-выкостный режим там, вот такие. А, братья, я еще один цердомный пломник, это, так званая, нижняя церпа на старом замке Угорода. Был кто-нибудь? Были. Унутри были? Да? То бишь, гэта не коровник, гэта архитектура в стиле полземлянки. Да? То бишь, таки, гарблем накрытые, две стеночки из гарбля сделаны, вот туда, в принципе, можно вдали, захочете где-нибудь побухать, туда можно пролезть абсолютно спокойно, минующую браму старого замка, без питания, а холодом там все на нема, неякой, так что все для вас. Что мы тут бачим? Ну, это, богу или менее классно, понятно, погода и фото хорошо. Все это как бы из лета, я думаю, догадываетесь я это. Вот. Вугле идея музеификации заявилась еше за польским часом. Один и час, коли помните археологии, ну, не один, еше за царом батюшкой было не так доревно. Один и час, коли помните археологии, заходе не было вообще ошибки. Доброе, это за поляками. То и провели, что мы маем, навахарский замок, ну, здравося, дякую богу, уже заверновали, все доброе. То и что маем, мир, нясь лишь, крева, лиду, ну, крева уже таксам, амальцы виновали, дякую богу. То, что в этой столосе, это только дякуючи польским архитекторам, рестораторам, международным часам. Бо они провели белизарнейшие працы по консервации, ресторации, эмузификации, эмузификацией, все это, мураванной архитектуры заходной Беларуси. Починающие от Каложи, и уласно хорошего, церкови, которая раскопана, а Юсифом Ледковским, языкнутым Дорчевским у тридцатой годы, и тады, все проекты эмузификации, да, и все остальные, неким шином, если стоите, только дякуючи полякам. Наши славные рестораторы, знаете, руйнуют, 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 у них с тем, навахать, мы уже все, что можно заробили, подкопали веже, долбили и долбили, все, оно выстрелило. Так пришлось их залепить свежей церкви, это, с уседнего завода, как, ну, как никому, так, недоснатишь ты никому, называется. Вот, а листинку всего выстрела поляками за консервирование. Тут та же ситуация. Консервация была проведена еще за польским часом, тогда же появилась проект музеификации. Дальше, убивьте себе, уже в 30-е годы, параллельно с Бискубином, поляки имели такие же проекты музеификации на прокладного Христовой замка. Мариковалось, что там будут проводиться фестивали некие, уже, уже в 30-е годы, вот, этот проект концепционного маркован была, группером. Некие крамки, сувенирные фестивали, и так далее, и так далее, да, так далее, вот, нам попыль, да, мерзотный панский, больше, я же не, не дотягнули, и я думаю, тоже не дотягнули, да. 44-45, так далее, ну, как бы, тип пожитёва, когда у нас будет, я думаю, так далее, вот, мы этого не уважим. Так вот, выдавный приклад, да, поступого рассыпающегося храма, над импусом стеночка с горьбыля, вот такие чудовные распорки, подпорки, натуральная водичка там протекает, натуральная нервная изоляция там нема, ветерок задувает, поддувает, все как мы любим, вот, поехали далее. Восемь. Еще ни у кого ожидания повеситься не заявилось, я вам? Артурский рассказывал, изъявится. А это только по счету? Восемь. Гарантийшина Менса, да, первое почерковое место, Вогли. Это мой отец влюбленный приклад. Ну, все, думаю, ведают, про музей народной архитектуры, побыту, уставочных, да. До недавнего часу, Гарантийша, и прилегла дорогой Селиша, Селиша у них 50-го гектара, належали до этого исторического музея, музея народной архитектуры, побыту. Супрационники, музея народной архитектуры, побыту, они там были редкие, они там вводятся нечасто. Завычайно, они набираются, ну, как так сказать, из выпускников Иства, КБГУ, Педуна и Кулька, которых навык войсками взяли. Ну, уже никуда такого нет, тогда, ну, ладно, старовщицы, там собачек прыгал столько, сколько этих супрационников. Они сидят в двух суседних бутырках, а, вторых там еще конники и иисконники, собачки и супрационники. Вот, причем конники и собачки больше потребны, чем супрационники, потому что иные, когда они вводят экскурсии, там, ну, хочется повеситься право, право, потому что люди не ведают ни белорусской мовы, ни деятельность находится, ни шоком. Ну, это, вот, вот, про сам Мусей, который, ну, цедом он, так само, это же, как бы, наш городский сказ, да, он цедомно не е, цедомно, когда вот ЗАГС, когда в Дороге достала башня, наверное, заменяют старое древо новым, часто-час у них сгорают, какие-нибудь экспонаты, да, был цедомный подпрыгал, а то реставровали лазню, и у день, коли эту лазню презентовали, и она изгорела. Ааа, типа, я шепа буду и увлекая розница. Вот, ну, и то, что, я бы уявляю, там шесть, типа, по шести этнографичных регионах Беларуси, ну, например, по областях. все равно из них два, полуживые третие, ну, а остальные просто тихо в нее, туда никого не водить, они так на обообщее предстоят, ну, и дебой богу, то есть, их им выгодители здесь находятся, ну, я их люблю. И, значит, наша, наш шестерковая Мецка. Проекты, его модификации измельствуют постоянно. один из этих шестерковоров более литерально минулым летом я их написал Свадим Иванов Кошничим, Свадим Иванов Кошман нам мы их написали, ну, я их завжду белописи в Николы. Так вось, есть у нас трудомная городишча выдайкише, помник, велизарная селища теперь это все находится на балансе города и теперь уже город сдает под кукурузу колгасу территорию археологичного помника. Правда, все доброе? Все, их мы любим. Неякой паховы натуральные тут нема, до полного часу это было мека-копальников с металлодетекторами, Правда, им тут все выбили и им теперь больше нема что выразить. Тому, коли по весне колгас разворвает можно листить только белый шмат керамики. Цудовный приклад того, как у нас упроистовывается археологичный спадщик. Постоянно в умах бродят проекты створения тут музея про один за их мои ше поговори. Протягиваем. Это у нас под Минска, а теперь идеал наш решение это Минска не прослушивается на сегодняшней ландшафте. А после мы до Витебска переродимы. Значит, что мы ну тут как бы коли вы торгаете в Минск сегодняшний выход до завтра просто не сразумеете в топографии города по центру Минска катастрофично отменимся в этом случае дальше в Витебске и подобное. То есть по топографии Витебска так само не прослушивается на сегодняшней ландшафте. А еще два-три будинка на набережной и раз пять-шесть годов просто никто не загадает что такое нижний замок. Который еще можно показать в полном деле. у Минску замчиша вельми добра было бачная до середины 50-х годов. Вот это самый старый план Минска 1775-го года план с Винского музея Мялуцкиевича який знают, что находится на самом историческом музее. так например Минское замчиша выглядело у 47-го года. А так его крышку подправили у 56-го. На пять метров сняли как проспект Победителли как бы он был порогней и прихожей. и калий будавали коробку баланса два дорогах резервов. Тому как бы сегодня мы его практически не можем уважить. Разумственно в Минску вельми добра закрывалась от рыва. И в Минску у вынеку розных доследований выявлены храм в 12-го я с тех кто лично что это пошагнал в 100-го и вынеку деятельности для Гуси Славича вось. И богали, что Минск на Свислах на на чрезъявился только после зимы 1984-1985 года. Выдата захаванная древа. И ка них удавали метро другую линию, кали капали котлован по станциям метро Немида. В 85-й шостый год гэта конструкция вала Минского замчища. До 13-ти наката древа. Выдата захаванная сказав старше товарищи, сосна просто пахла, кали это все распакывалось. И уже дады узник проект музификации Минского замчища Минского замчища. Он узник и узник. Оп, оп, ну, колени обыкли. однозна недавно недели у 2000-х проект музификации Минского замчища снова узник таким прыгдом над городом. И были масштабные растопки растопки сохранили частку вала. Частково мы раскрыли в грамм и вось в этоя пляцовка за трудовыми озерами. Вось тут был вал, а тут частково давленная забудова. Идея была тем, что это котлован под будущим музеем. Ходили разные комиссии. Большую часть по часу мы показывали разумным людям. Наш голон арховник помню Игорь Михайлович Чернявский начальник управления архов помню Минкульта. Это сам судовный белорусском умном министр Пал Палыч Латушка. Правда кроме белорусском умном на стене Минкультур Игорь Наши цены ходили кивали головами уху ага через 4 года здесь будет город сад Но на консервацию раскрытого дыря по хорошему не было. Мы полили водичкой и засыпали назад. И конечно не будет музей. Но проекты этого музея на Минском замчиши и они бродят в умах наших архитекторов Уголь есть хоть один архитектор сегодня? Терпу Богу. Уголь мы археологи архитектора треба расстреливать от разу как они стали уступные экзамены в БНТУ. Потому что люди хотят покинуть свой след в белорусских городах причина они хотят его покинуть фундаментально по самому центру города ну и как нахать так поехали двадцать как уже потом не разобрать а вот это проект музейфикации Минска замчиши товарища Лаврецкого одного из наших знакомитейших специалистов по такому великому поселу заказ мы остальные как было башню вся 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 версия вот идея снести профсоюзы провести раскопки и побудовать ковалок замчиши одна стенка другая стенка урхот храм целых мураваны кольки лаврецкому нет мы начали что храм не будобудовано написано что стены ему показывали эту стену типа мужиков не был храмом он все равно такой хороший с луковинкой с маковкой чтобы соборнику православнику все было а что а сам вот тут вот типа игровые отсылки с детящими аттракционами и так далее но доброе что бордель не заплановали хотя походу может быть и не додумали ну и значит это правда вот дякую богу как у нас дякую богу а ну как бы на зарплату лавренского мухапила и туду не дай боже будет вот ну натурально что на масштабной раскопке грошу просто на какую-то консервацию ну коллег мы копали в 2009 году у нас были зэки студенты из Казани и студенты из Казани контингент одно не шкода причем наибольшь нишкода было студенты из Казани их уже навык коллега уже скончились я не все работали зарплату отрывали опыта ближайшие грамот на Немезии и в астрал ну вот это наш будущий город сад тут я долго говорить не буду я думаю тут у вас был Калитинский он любит говорить долго немного это просто на тему того же самого что как бы не реставруй а одно и то это скажем так иснущие музеи иснущие прожекты и амаль неиснущие прожекты стоянка палеолитричная до обычного человека податывание на это мало текает судов тут музей под открытым небом ну вот в принципе это и музей под открытым небом Калитинский он весь а там в говле проблематично это поляолит там докопаться очень плохо копать а ты больше законсервовать пешаные стенки умацовывать ты больше не что с этой мамонтерами которые вас находят и так далее там коробка того что у нас есть археологичный скансон пьюровича она у нас кропка есть а вот он такой еще один судовый приклад археологичного скансона это каменюки шиковная картинка картинка с объявлением Вадима Аляновича Лагиза который распроизовал концепцию вот вот я залез концепциям ничего не пошло мы тут отбудуем и городиша и стоянку каменного веку и железного веку поселише и туристы привезены в белорусскую пушу там все будут ходить ну правильно откуда иногда поделиться то уже не скажу докладно это ж не поиски бог где есть всякие рестораны местечки и так далее тут доехал до каменюк вылез и понял что ты в пуши в общем вот вот как бы там нет заросе есть асфальтовая дорога Тиньяма в 6-7 там там до асфальта не было приехал подразу слиться с природой вот только глубоко не до его заходит и этот природ тебя еще не сожрет вот особое насилие которое в принципе так само село с природой что уже не отрозишь а ну и да на конт-прожектору вот есть у нас такие мякирский замок я думаю некоторые могут чусь этот чудовный замок ну и замок то бишь замок это просто такой погора городиша чем у него мне близкий потому что два года я его уже попали вось и мякирский замок поплюшенный в чудовую программу замки в Беларуси есть у нас такая программа ну и как бы скажи наркотикам до свидания потому что он отдал наркотики непотребные для прочитающих программ там 30 замков классно да и пусть на реставрацию консервацию и отновление мякирского замка с 2014 по 2016 год мякулица выдатковать 16 миллионов белорусских рублей Покуль ни одного рубля не выдатковали думаю что к лету 16 года когда программу тогда будет закрывать этой суммы копить Бригадиру Петровичу и Парабу Михайловичу на то чтобы сходить в мякирский евроопт вот и взять одну вкусненькую Иловского завода вот 07 а то уже и 05 не факт 07 али как бы всё программа есть она выконвается Игорь Михайловичу Чарнявский постоянно рассказывает которые ведутся в мякирске но они-то правда ведутся потому что нашелся и дает которого сколь час один верим светлый человек Михайлович Чарнявский подписал на раскопке гэта га мякирске возгэта и дает и два годы с такими же дьотами которые со своей прошлой до меня приезжают и прорезают тушенку мы реально прорезают за еду вот мы два годы копаем замок как бы пробуем негативно вот 3D модель я написал концепции музеификации причем с выкрестанием пляцовки и замка и прелег на территории города и тут побудовать музейный комплекс с ресторацией провести электричность раскрыть архитектурные объекты консервовать их строить особенный музей в рамках музея и хоро человек сидит вот таким точным развить инфраструктуру строить новые репорационные места и мы придумаем как завосить туристов конец своими идеями каждый раз забираешься в конкам там спешатку я приезжаю в директор шамузея она так самая разумеет что я хоро человек она сидит на меня ну да хорошо чудесно вот мы идем в конкам и начинаем разговор там есть добрые анализы совершений которые у вас не хочу наскорбить она как с опаской поглядывает ну да сделаем с тобой обязательно давай ну и прожектов много шмат каротинок но выник дякую богу одной там моски такие есть которые по болотцу идут вот они уже мальтогнили и когда они туда еще можно было дойти то теперь дякую богу туда просто никто не дойдет вот потому колькость бутылок их у новых вырубов специфичных побольше наших москов будет меньше да мясцово туда уже не додать как выпить и ну вы догадались вот там экзотичное место по городу вот вот да и тут недолго засталось по великим архунку вы как вы не да ну моя жмета вас там настолько не платить как бы вы все по унику пошли и повесились в конце да я повторюсь вопрос потому что я зашли серию жах и и суицидальное настроение вось протягиваем нашу справу вось я укладывал про строчницы вот остается идеальный объект для строения скатцена подминском ну практически городские автобусы уже туда ездят да город как раз на тренку полнёвого завтра мариномки развиваются логично а а мать готова инфраструктуру да забить стояночку продумать вершинники объездные маршруты все дом у минуем годе у нас целая установа музей института развития туризма там лечится 50 людей которые развивают что развиваются ну кто может догадаться что тяжко билборды пешие поставили так типа ты на кастлической площади стоит на площади клуба колоса ну попал ты чумак ты в Минске детка иди шукаешь что хочешь вот это вот разрывает институт да Козненный институт нам заказал концепцию музеификации строфческого городища мы написали на эту концепцию все чудовно постоянно делали археологическую экспедицию повышение этого комплекса ну там Велиза израиля каляка стихитара таких селища створение станции створение туристической дорожки распроцовка там ну все 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 как людей вот 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 судьба нашего проекта видать корестно и печально вот галочка есть есть правда музеификации ведется институт не дарма не дарма сейчас вот то что вы когда приедете на Минку по весне вы в ручейке Дунаев уже все утопитесь вот там все так заболошено классно ну при нам все по колену вывозим мы археологов на экскурсии возили меньше свярозые и больше разумные скале а меньше свярозые совершенно больше разумные оказывается человек полезно хорошо городиши не башу у меня и тут если наказали а ты дурин ты лезь туда на свою городишу вот приклонтак это все выглядит ну и все наши проекты они выглядят в приклонтак али может быть следует дай боже некоторые некоторые проекты доводятся до фразы то там как бы это уже фатально попули проекты не реализуются ну и дергаю богу а когда начинаете реализовать то отремливается ваша бежевая вот из блоков цементных ну и другие другие вариант это фестивали фестивали приконструкторские приведу вам два приклада но у пилочных это велико потому что фест у наших умов повинностно потребность содержать у денег которого привезти у денег которого кормить ахова пожарная обеспечка и так далее и так далее тому неводная у приватного феста а их было верно нажать товарищу Макар Бабенко пока сюда не дополз а то было с кем поразмолять на эту тему наша зорко респирентальная реконструкция тут я не стягусь а что это было а а он на меня не обидится мы с ними давно знаем а вот наши фесты долго не живут их разок провели и кинули себе дальше жить а ты которые живут долго ну вот я пару прикладов привожу это полоцкий ругон можно показать всю выживарность наших все удобно удобное место да вина верхний замок софика романтика а что такое белорусский фест косметальный фест ну натурально мальчики бьют друг другу по головам железными палками девочки танчать вось а туристы находятся прикладного все таким стране как явно фото с дымком им хорошо потому что основная частка феста это дожинки которые раскидываются на великой площади с шашлычком берлицом водочкой все цудобно а народу то по великим рахунку уже до лет гряженых пешие пять филин это текало а а так как товарищ реконструктор в массе находится таким же стране как ты кто пришел на них глядить то уже 10 с обеда основная масса лежит где-то в лагере в разных посох то есть туда не пускают потому что это вообще страшно в общем от дожинок это дознивается мало неякого умовно кажущим реконструкционным элементом это практически не мало маэстры которые у нас есть туда не едут альбу едут вот такие потому что гандель нечем однословым некая презентация в ней по своей деятельности там никому не потребна это это дожинки это форма таких дожинок но это хотя бы 9 это живый фест он проводит что ну и я шагин фест это мишка числа я похвалю потому что я был одним из его идейных названиями и автор вот я в песочнице гуляю в археологии на первом фесте ну все хлопчики по голове старые вольцы рая живы археолог гулять с детьми пока его не утаскивают в палатку чтобы не пугать детей выглядом саправанных живого археолога я понравился али это снова это истинно тякуши патрульцами острового музея тому что музей власти складается из самых экспериментальных археологов до полной ступени и они тягнут на себе хотя этот фест истинно в рамках таксаланных брасловских озорниц да ну без того фестиваля народных алкаролевств и только тякуши к этому город доенок это хорошее привозить реконструкторов кормить их и так далее и так далее плюс походу Пеша Пушкова когда это задумывался с элементами неких семинаров ворштатов неких лекций и так далее походу оказалось что неякие лекции нашему народу не потребны а силы что-то потребны это погулять с детям в песочнице это детям которые не доросли до 12 чтобы пиво за дорогу пить все остальные Пуступова отпало и в принципе сегодняшний месяц Вячеслава перетворился классичные дожинки дожинки только с людьми дурацком которые друг друга берут ну это так называется ну и ага далее мне просто стало лень пробить слайды я вам на словах расскажу проблемы белорусские я вам больше описал у нас одна проблема есть так головная проблема это я и во всей нашей культуре это тое что державе не текало эта самая культура а ей простить позбавиться чем ей заниматься а вы решите это питание ну при нам все где-нибудь в конце лета в начале в начале весны у нас будет новый выбор первого президента и в ближайшие пять годов вы разумеете что ничего хорошаться не будет и покуль у нас будут протягиваться эти самые выборы первого президента там дали два варианта либо нас наконец по нормальному оккупирует уже по сумленному альбо нечто сдавится ну другое я не веру ну скорее нечто сдавится может быть у нас некто изомница культуры по куль вы сами заметите что история этой краины изъявляется голом и это самая визуальная проблема нет хорошо нет 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 ничего я тут дальше почитал выступ спада строительства который у вас так сам и ну как это сказать издевила оборила хотя мы уже не так разумеем он сразу не требует заниматься музификацией чтобы это разбирая некий там мифичный ландшафт сказать такое мог только человек ну который понимая не малейшим явлением про то что кажется ну классно короче меньше слово минимум коли не проводить реставрацию консервацию рекреацию иммузификации выник всего ничего не будет а вот мы так уявляем что ну вот что там стоит вот эти руины которые стояли фото и так далее это беже добудованные поляками 20-30-х годы это стояло только тягучей филизальной браться иначе иначе ничего не было это движется практически усёй 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 архитектуре можно вернуться до приклада моего ребенка 20-30 годов не вырубает дорогу вот что будет замком это будет просто лесопарк который поступово разбурить к этой стены и некаких 10-ти годов тут не будет ничего веже мялись глазам которые мы открывались находятся значно в большем стане чем в успешном ходе калия побито древами побито холодом и так далее и натурально что необходно калии может быть не створать музейную экспозицию так по-любому необходно подрывать любые объекты архитектурно археологично археологично унолежным станем и там товарищ сказал что только на них археологи подрывали 600 миллионов вы разумеете 600 миллионов для проведения археологичной раскопки это вот люди вот вот врунт только что наши должей потому что больше распаданной операции не просто молотить а нечто заходить и разбирать а это 600 миллионов это не гроши это гроши который просто никто не заважить это конечно спада расстроить разумею он придумает что 600 миллионов это тот грант который можно ухопить и проездить и сфотографовать разборанные архитекторы а этот больше детям в футбол гуляются разваливаются а вот дети в футбол гуляются разваливаются это для реальных работ потребны значительно больше далее что я вам хотел сказать или написал шляхи выражения как выразумеете холодной лекцией является массовый суицид потому что выражения натурального вопрос что повинно было повинно быть затекала с державой и у всех ее органов починающий от президента заканчивающий райотделами культуры кто-нибудь с такими которые там ходил 20 простых матерую бабку да уявляете себя много как вы думаете я думаю кроме того где находится крама у нее не шмаж что ведаю при нам все эксперименты которые проводились над такими персонажами такие хотя бывают выключения просто у меня так стало что там люди я не готовы не не но это круто а без гэтага ну ты бишь попыль белорусской державы не станет белорусской державы у нас ничего не будет так другий момент это то есть археологи и архитекторы может быть кого-нибудь не требует стрелять может быть этого можно покинуть для показаний пор показывать так беднее так все люди воины надавать больше уваги популяризации потому что сегодняшние археологи рисуют таким вакуумом никто читать другую археологическую книжку не будет это гарантовано их сами археологи не читают а вот когда пишут потому что когда их читаешь то разумеется что я так и не читал альбо находимся под неким наркозом как я это писал повинна быть максимальная операция популяризации в общем не какие-то газетные артикулы типа мы копали мы копали мы что-то нашли ну и что нашли ну хорошо еще 15 человек кому-то это потребно реально заниматься популярными выданиями буклетами телевизионными передачами рады передачами не шкодовать так это сейчас потому что как вы загадываете на всяких радую Беларусь радую культуру и так далее там все касательно вашего канала беларусь там где дети угадывают беларусские слова и беларусские письменники обраковывают свою поэзию которые нам еды мечтают туда нести и это все займаться как подымать неким чином интеллектуальном взрыве грамот потому что для грамот беларусской археологии не яснуем мы давно разумеем что я прикидывал что скажем так у нас сегодня в республице девчих археологов от силы человек 60 от усилия пенсионерами вот потому что всякие такие вот убегают из археологии и не хочет ее займаться те не мают маршимость ее займаться потому что археологов мало а не нужна маршимость вместо для братца вот сегодня в городе внимание водного человека который практически бы займался археологом ну и так можно проводить прикладами и третий момент это те люди которые занимаются организацией туристичных фирм рейтингом повинны не только пробовать ухватить чего-то провести некий тур избежьи а укладываться у развитё самой сферы потому что сегодняшняя тур фирмы как виснули наловил туристов вывез их показал им что-нибудь привез колено тебе хочется побить дай бог учить избегаться и банкротить свою фирму фирма масса вездным туризмом практически никто не занимается вездным туризмом везде на узоруне неких апонтанных вариантов в штатах товарища пивовара ну те там того что стоповича это не бизнес это это хобби это хуже информация которую он хочет донести людям то что их они отрываются с этой копейкой это не занимаются а они занимаются так это все вот книги пур взяли там опа вывезли турыста запустили их на территорию палаца вывезли ну правда покормить у них свежей не мать ну это неистотно привезли с годинки дня до шести покатали все судовно дур отрывался то операторы повинны так само в это укладываться и так само дать гроши потому что белорусский бизнес если я по принципу схопил утягнул свою норку и все я молодец а а а пока ты не укладываешься по шести будя таки шуми вось ну али аголовная аголовная гэта увага сбоку державы а а а а а длижайшим часом неяк туристичного вакористания и аголовная шестая в беларуси нема не будя и быть не может а а а теперь где можно взять мыло на руку ммм нет мука господа можно сказать про саму климу какую вы привели все будем презентацию про что это у вас накажете про что книга про что выдание книжка популярная книжка популярная она 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 спадается с особных нарисов про рикву рахунку как на роклазме написано про скальбы про гурваны про замки то бишь фактично гэта особные такие нарисы неким цикавым археологичным знаходкам цикавым археологичным помникам ну и таксама доследчикам археологам яке их выучали два нарису книжки присвечена цикавой особе как язык драздович про часто кажут что я был тым-либо археологом шесть археологам не было для вручения археологичной спадчины Йозе любил ну и головная мета когда эта книжка родилась была скажем так популярной форме донести максимально широкому читачу и которые были археологичной литературы потому что археологичная литература была специфичная и читать ее звичайно человек не будет а пропоновать некий популярный вариант такая идея была скажите нечто специфичное для Витебска что что есть нечто ну тут много что связано с Витебска тут и про нарез про гурганные могильники Кравицкие я раскопками этих памятников занимаюсь так само нарез про скарб який был знайден аля вестки Гравляны Глыбодского района так само Витебщина тоже сам Дроздович так аля тут тут нечто говорили про Минские и Навагарские периоды его Специалист, который археолог, практик, мусить, заниматься активно-популяризаторской деятельностью, властно, окажешься. Я гляжу, что и по ауторству вы один, да, целиком? Так, ну, справа в том, что, скажу, книжки про археологию, такие науковые, не вильнюс умные и занудные. И все равно никто николи не читая, но вот сами археологи, будем шире глядеть на личик. А когда ты хочешь, как, ну, никто прочитал твоего, что-то там доследуешь, то это простей робить у науково-популярной формы. Ну, а чему саму «Тэмлику» и книгу робил? Ну, по-самоспорядочному шуму я занимаюсь в дальнем книжке «Тэмлику». То есть такая серая «Белоруси в войнах» редактора, о которой я заявляю все. Ну, конечно, если хочешь заявить хоть не как пристойно, то это требует за какие-то сомнения. Это главный принцип у нас. Бо иначе без вариантов. Дякую. Потримайте ж книгу, как по-протателям. Ну, с особенным выглядом, да? Не, ну, я просто... Если особенного выглядом, да? Выгляд, нема розницы, я буду снимать руки. Просто как будто изробить некую пирогюешку просто. Ну, можно сдавить его, сделавшат, я не прогожи, и... А мы еще потом... Мне-то тут что угодить? Я же это читать не собираюсь. Чуть-чуть не читать. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Посмотрите. Ну, это, скажем так, некие наиболочь цикавые факты археологичные. Максимально якосно в это подректовать. У книжцы в Вильнюшем от иллюстрации по-похожным знамерствам. Ну, и гугли, русскому Татьяну, полегшая наше житет культурой. Ну, я, литерально, небольшие слова про смес скажу. А после, может быть, пытание задавать. Бо я так... Не умею я себя сильно расхваливать. Как бы и так больше, что я предложу. Дмитрий Армаревич. Пояс... Ну, он так уже у большого онору нашу и науково-популярную литературу. Пояс виталт. И, по-моему, как бы изменять своё поле, он, конечно, альбо кому-то из Егенедовича. Альбо кому-то из наиближейших отношений. А ещё один нарис, присвеченный курганом. И, по-моему, гугли, что это такое. Что их можно найти и яке на пироскопах. Тема, по-моему, не близкая. Во... Я, так сказать, я был многих годовым доследовав бурганы по мышленной конструкции. Брасовский район. Мядицкий район 8. Как бы одна из основных сфер моих текалостей. Ну, правда, и тут одразу, коли идея говорка про курганы, тут идея говорка и про проблему так званой чёрной археологии. То, что археологичная спавшина и курганы проводили раскопки набрасывания. Так само один нарис про Мядицкий замок. Ну, мало кто реально ведает. Тому, что... И, отповедно, ну, скажем так, некие выники гэтых доследований тут уже накладаются. На самом деле пишут. А я, от начала с гэтым, пишут часто и, скажем так, непроверанную информацию. Во... Соправды, вельми незамечайная особа. В первом апреле дуже идти дать дочек, а я уже в Минску. В 19-м, 20-м годе. И... Ну, тут... Можена вот... Уже не науково пуляра на нормальном фантастике. Як... ... Соправда... ... Уже не науково пуляра на нормальном фантастике. Продолжение следует...